Смотри, делали скелет, птицы, вот такой вот, тоже из разных подручных материалов. А еще модель дыхательной системы человека, наглядное строение клеток в организме. Кабинет биологии во второй гимназии стал любимым для Богдана Чернова. Его первым другом в новой школе стал классный руководитель. Богдан у нас будет изучать немецкий, да, сегодня он сделал свой выбор в пользу немецкого языка. Мы посмотрели и познакомились с учителем биологии Валентины Петровны. Она ему рассказала про органы дыхания, он уже послушал и поинтересовался биологией. Тебе понравилось? Да. Всего школа приняла семь ребятишек из Донецка и Луганска. Сейчас им предстоит не только познакомиться с новым коллективом, но и освоить учебную программу. К слову, ее постарались адаптировать под каждого приезжего ученика. Предварительные списки были готовы заранее, а потому к приему детей все было готово. У нас все готово, учебники уже все готовы. Мы сегодня готовы им отдать учебники. Сегодня мы спрашиваем их размеры одежды и обуви, чтобы потом обеспечить их формой и второй обувью. Кто-то из родителей принял решение отдать детей в школу сразу, кто-то пока в раздумьях. Все-таки переезд был тяжелый, хочется перевести дух, просто выспаться без звуков постоянных взрывов и выстрелов. Но, как отметила Дарья Продиус, много отдыхать тоже вредно. Дети и так, они очень много отдыхали у нас. То карантины, то опять-таки какие-то военные операции. То есть, ну, как бы детям все равно надо заниматься чем-то. И в школу это безусловно. Потому что очень много отдыха тоже вредно. Так что, ну, и она сама, то есть я ее даже не заставляла. Она, да, конечно, пойду посмотрю на новую школу, на новых детей. Как бы это интересно. Это, ну, 12 лет это жизнь. Я говорю, будешь с людьми знакомиться с новыми. Во второй гимназию пошли детки, которые сейчас живут в гостинице «Венец». На минувшей неделе профильное министерство составило безопасную дорожную карту. Все школы находятся в шаговой доступности. К примеру, до первой гимназии с пункта временного проживания 14 детей с родителями дошли пешком. Первое время всех новеньких встречают классные руководители с табличками. Еще до первого урока ребята получили ранцы с констоварами. А как только освоятся на новом месте, смогут взяться за любимые хобби – рисование, музыку, волейбол. Кроме того, с детьми также будут проведены досуговые мероприятия. То есть они будут иметь возможность попасть в секцию, либо в кружок дополнительного образования. Чтобы им здесь было уютно, комфортно. И с тем, чтобы они понимали, что все сделано для того, чтобы дети получили здесь образование. И чтобы родители их тоже были спокойны. Кроме того, каждый новый ученик будет обеспечен бесплатным горячим питанием. Суммарно из общего числа приезжих – 180 школьников. Почти 20 детей – старшеклассники. Их обучение – особая зона ответственности. Многим из них в этом году предстоит сдавать единый государственный экзамен. Для того, чтобы вернуться за парты, при себе достаточно иметь лишь медицинскую справку от врача-педиатра.